Джон Скальци Бригады призраков Посвящается Шаре Зол за ее долготерпение и все остальное, а также Кристине и Афине за терпение и любовь. Часть первая. Глава первая. Этот камень не заметил никто. И тут не было ничего удивительного. Камень был совершенно непримечательный. Один из миллионов осколков скальных пород и льда, плавающих по параболической орбите давно умершей кометы. Не самый большой, но и не самый маленький. Камень ничем не отличался от остальных своих собратьев. Если бы система противовоздушной обороны планеты каким-то чудом обратила на него внимание, а вероятность этого была бесконечно мала, беглый анализ показал бы, что осколок состоит из соединений кремния и различных металлов, то есть обыкновенный камень, недостаточно крупный, чтобы причинить какие-либо неприятности. Но у планеты, которая в настоящий момент как раз оказалась на пути этого и нескольких тысяч подобных обломков, не было системы противовоздушной обороны. Однако гравитационный колодец имелся. В него и устремился наш камень и его многочисленные собратья. Все вместе они вызвали метеоритный дождь, что происходило раз в год, когда планета пересекала орбиту кометы. Небольшие осколки межпланетного вещества сгорали в атмосфере, нагреваясь до огромных температур от трения, и оставляли в небе красивые черточки и полоски. Но на поверхности этой невозможно холодной планеты не было ни одного разумного существа, которое могло бы оценить красочное зрелище. Подавляющее большинство метеоров испарилось в атмосфере, перейдя за время краткого светящегося падения из состояния твердого тела в размытый след микроскопических частиц. Они оставались в атмосфере неопределенно долго, пока, превратившись в ядрышки зарождающихся дождевых капель, увлеченные их тяжестью, не пролились на Землю в виде дождя, или, что более вероятно, учитывая характер планеты, снега. Однако этот камень сам обладал достаточным весом. Возрастающее давление атмосферы воздействовало на микроскопические трещинки его поверхности, обнажая и используя все слабые места в строении обломка. Отлетающие кусочки, ослепительно вспыхнув, тотчас же поглощались небом, и, тем не менее, к концу путешествия сквозь атмосферу, от камня осталось еще достаточно, чтобы он с силой врезался в поверхность планеты. Огненный болид упал на каменистую равнину, с которой свирепые ветры начисто сдули весь снег и лед. От удара осколка в скудную почву образовался небольшой кратер. Каменистая равнина, которая простиралась на значительное расстояние вокруг и уходила вглубь планеты, при столкновении зазвенела, словно колокол, но только гармоники этого перезвона были на несколько октав ниже порога слышимости большинства известных видов разумной жизни. Земля содрогнулась, и неподалеку, в толще поверхности планеты, камень, наконец, заметили. «Землетрясение», — сказала Шаран, не отрываясь от монитора. Через несколько мгновений последовал новый толчок. «Землетрясение», — снова сказала Шаран. «Подняв взгляд от своего монитора, Кайнин недовольно посмотрел на помощницу. «Ты собираешься продолжать так и дальше?» — спросил он. «Я хочу держать вас в курсе всех происходящих событий», — ответила Шаран. «Ценю твое стремление», — заметил Кайнин. «Но право нет никакой необходимости каждый раз озвучивать это. Как-никак, это я ученый. И понимаю, что каждый раз при перемещении почвы мы ощущаем землетрясение. «Твое первое предупреждение имело смысл, Но к пятому-шестому разу начинает надоедать». Почва снова содрогнулась. «Землетрясение», — невозмутимо промолвила Шаран. «Уже седьмое. Кстати, вы не являетесь специалистом по тектонике. Эта наука выходит за рамки ваших обширных познаний». Несмотря на обычную для Шаран абсолютную серьезность, с какой были произнесены эти слова, не заметить издевку было невозможно. Если бы Кайнин не спал со своей помощницей, то, вероятно, ощутил бы раздражение. Однако при нынешнем положении дел он позволил себе изобразить снисходительную усмешку. «Что-то не припоминаю, когда ты успела стать признанным специалистом по тектонике. Это хобби», — сказала она. Кайнин открыл был рот, собираясь ответить. Но тут внезапно земля с бешеной скоростью устремилась ему навстречу. Кайнину потребовалось какое-то мгновение, чтобы осознать, что это не пол метнулся к нему, а он сам повалился вниз и оказался распростерт на полу вместе с доброй половиной предметов, находившихся в лаборатории. А прокинутый табурет валялся справа от него, все еще качаясь после падения. Кайнин бросил взгляд на Шаран, которая больше не смотрела на свой монитор, потому что тот, разбитый в дребезге, лежал на полу рядом с ней. «Что это было?» — спросил Кайнин. «Землетрясение?» — с надеждой предположила была Шаран, но тотчас же вскрикнула, так как лаборатория снова яростно содрогнулась. С потолка посыпались осветительные и акустические панели, и Кайнин с Шаран поспешили заползти под столы. Весь окружающий мир взорвался, а они сидели скрючившись в своем ненадежном убежище, словно хрупкая обстановка могла их защитить. Наконец, тряска прекратилась. Оглядевшись, Кайнина в дорожащем свете уцелевших панелей увидел, что большая часть оборудования валяется на полу вместе с почти всем потолком и значительной частью стен. Обычно лаборатория была заполнена рабочими и помощниками Кайнина, но на этот раз лишь они вдвоем задержались допоздна, чтобы закончить один эксперимент. Все остальные сотрудники уже давно возвратились в бараки и, скорее всего, легли спать. Что ж, сейчас им определенно пришлось проснуться. Из коридора ведущего к лаборатории послышался высокий пронзительный звук. «Вы слышите?» — спросила Шаран. Кайнин утвердительно кивнул. «Это сирена боевой тревоги». «На нас напали?» — испуганно произнесла Шаран. «А я полагала, база защищена». «Защищена», — подтвердил Кайнин. «По крайней мере, была». «Во всяком случае, так считалось». «Ну, должна сказать, работа была проделана отличная», — заметила Шаран. «Это уже было слишком». «Запомни, Шаран, в мире нет ничего совершенного», — раздраженно произнес он. «Прошу прощения», — пробормотала Шаран, сразу же почувствовав недовольство шефа. Проворчав что-то нечленораздельное, Кайнин выбрался из-под стола и направился к опрокинутому сейфу. «Помоги», — бросил он своей помощнице. Вдвоем они перевернули сейф так, что Кайнин смог добраться до дверцы и отпереть ее. Внутри лежал небольшой пистолет и картридж с патронами. «Где вы это раздобыли?» — спросила Шаран. «Как-никак, Шаран, это военная база. Здесь много оружия. Таких пистолетов у меня два. Один здесь, другой в бараке. Я думал, они пригодятся, если произойдет что-нибудь подобное». «Но мы же не военные», — возразила Шаран. «Это, не сомневаюсь, будет иметь огромное значение для тех, кто напал на базу», — съязвил Кайнин, протягивая девушке пистолет. «На, возьми». «Не нужен он мне», — заупрямилась Шаран. «Я не умею обращаться с оружием. Лучше оставьте его себе». «Ты точно отказываешься?» «Точно. Дело кончится тем, что я пристрелю себе ногу». «Ну, хорошо». Кайнин вставил картридж с боеприпасами в пистолет и убрал его в карман халата. «Нам нужно вернуться в бараке. Все наши там. Если действительно что-то случилось, лучше быть с ними». Шаран молча показала, что согласна. От ее обычной язвительной насмешливости не осталось и следа. Она выглядела опустошенной и испуганной. Аудиокнигу в полном аудиформате вы можете приобрести в книжном интернет-магазине «Литрес». Ссылка под видео в описании. Приятного прослушивания.